Застройщики Пермского края Что это за регламент, что это за соглашение между застройщиками и агентствами недвижимости Которые настолько регулируют ваше взаимодействие Регламент возник еще в 2016 году И такая потребность назрела, поскольку возникали конфликтные ситуации И прежде всего от этого страдал клиент Конфликтные ситуации возникали между агентствами недвижимости Между застройщиком и агентством И когда мы стали получать от клиентов обратную связь Негативную обратную связь Что клиент принял неправильное решение Или он недоволен проведенной сделкой Или есть у него, скажем так, такое настроение Не выигрыша от покупки, а наоборот Вот тогда пришла такая мысль, что нужно что-то с этим делать То есть нужно садиться за стол переговоров И вырабатывать единые правила игры Потому что у нас, не секрет, довольно большое количество агентств недвижимости Которые представлены на рынке Перми Это абсолютно разные компании Начиная от компаний совсем небольших Заканчивая крупными сетевыми компаниями У них свои стандарты работы И, конечно, все работают по-разному А если вот прямо попробовать на какой-либо ситуации Проиллюстрировать, как этот регламент работает Да, с этого и началась работа на самом деле То есть у нас прошло несколько встреч Мы приглашали застройщиков, приглашали риэлторов И мы записывали именно вот эти вот проблемные ситуации С них все и началось Ну, например, вот самую такую часто встречающую ситуацию Проблема с родственниками Когда в агентство недвижимости обращается, допустим, кто-то из родственников Ну, назовем папа И начинает собирать информацию о предложениях рынка Ну, соответственно, с ним работают агенты Они его, рассказывают ему о рынке То есть они выясняют его потребность Ну и, в общем-то, подбирают несколько вариантов Которые могут ему под его запрос подойти Оказывается, объект приобретается не для него, а для дочери Он передает всю эту информацию дочери Дочь напрямую выходит на компанию состройщика Которая кажется наиболее интересным Ну и, собственно, выходит на сделку Конфликт интереса В общем-то, агент сделал ту работу, которая от него зависела Он замотивировал человека купить Но оказалось, что это разные люди Регламент эту ситуацию решает То есть в регламенте прописано, как в этой ситуации действовать Как доказывается работа агента То есть все это прописывается, фиксируется чек-листом Например, вот это Или очень часто у нас случаются такие ситуации Когда проходят мероприятия В этих мероприятиях принимают участие как агентство, так и застройщики И люди, приходя на данные мероприятия Они проходят всех У всех собирают информацию Со всеми консультируются И у многих оставляют свои контакты Чей это клиент? После мероприятия что начинается? Во-первых, человеку звонят все Кому ни попадя Ну, в общем, кто был на мероприятии Начинают предлагать свои услуги Начинают не всегда честными и этичными способами Перетягивать клиента Вот, к сожалению Я на этике заострила внимание На самом деле это очень больная тема Потому что бывают ситуации, когда Ах, вы выбрали вот этого застройщика Не покупайте у него Например, вот такое вот есть Это мы слышали от клиентов Не покупайте И идет неверная, недостоверная информация Компании застройщика Чтобы его переантировать клиента В целом, в принципе Понятно То есть это некий алгоритм Если столкнулся застройщик или риэлтор С такой ситуацией То как в этой ситуации Как в этой ситуации себя вести? Совершенно верно В таком случае Хотелось бы понять Что не так в действующем регламенте И для этого Мы подключим к нашей с вами беседе Ларису Кремлеву Представителя компании застройщика Лариса, добрый вечер Добрый вечер Екатерина, Артур Здравствуйте В общем-то хотелось бы понять Вот на данный момент Сам этот документ Если я правильно понял Исходя из информации наших коллег То есть застройщиков То он в данном его виде Не особо-то и устраивает А почему именно? На ваш взгляд Я бы немного другую формулировку применила Документ работающий Который принят уже Но рынок в любом случае И ситуации вносят коррективы И если мы имеем повторяющиеся ситуации О которых как раз и сказала Екатерина выше Мы понимаем Что лучше их зарегламентировать Чтобы все стороны участники Понимали уже как действовать В данных ситуациях Если они возникают То есть основные положения Как раз в документе прописаны Мы сейчас хотим его дополнить Чтобы уже отрегулировать то Что возникает в последнее время Так скажем А что это? Что это за самые актуальные проблемы? А вот как раз если Екатерина озвучила Такие моменты Как степень участия Допустим агента сделки То есть либо это была Работа с первичной консультацией До заключения договора уже У застройщика Либо допустим Клиент первичную консультацию Получил у агента В каком-либо агентстве Затем он Сыграла роль Отложенный спрос Он ушел подумать Еще что-то Ушел посмотреть Какие-то другие объекты Потом вернулся К выбранному объекту Но уже пришел Допустим К застройщику Непосредственно в офис Соответственно И агент провел работу Первичную И вроде бы застройщик Начинает с ним Работать снова с нуля Когда клиент пришел С выбором То есть Но с другой стороны Он уже подогрет Клиент агентством А в таком случае Риса А вот в действительности Этот документ Регламент Свод правил Как угодно его можно назвать В этом контексте Он все-таки Это работающий документ Ну или просто Вот его приняли И хотелось бы Чтобы все ему Соответствовали В работе своей А он все Я не расслышала Первое слово Он все-таки действующий Да Я скажу Что он действующий И здесь уже Те моменты Которые будут приняты Новые Важно Чтобы они действовали Но это уже Как раз взаимодействие Застройщика И агент То есть застройщик Ведь тоже каждый Выстраивает свою политику работы С агентствами Партнерами Так как нам очень важно Чтобы вся информация Которая доносится Агентствами До клиентов Она была корректная Екатерина тоже Об этом упомянула Потому что Нас конечно Очень огорчают Прецеденты Когда допустим Клиенту подается Некорректная информация О стоимости О планировках О каких-то Акционных Предложениях Которые не действуют Здесь и сейчас И таким образом Собственно говоря Страдать от этого Прежде всего клиента Как застройщики Так и агентства Мы работаем для того Чтобы у клиента Комфорт был На всей стадии Выбора и покупки квартиры Вот Соответственно Мы думаем Что эти положения Тоже будут работать И это зависит Прежде всего От нас Как от участников Рынка От застройщиков И от риэлторов Мы со своей стороны Всегда информируем Как раз Контролируем информацию Информируем Проводим встречи С риэлторами На которых Проговариваем Все Хорошо Лариса В целом понятно Я только попрошу вас Не отключаться сразу Возможно Мы еще вернемся К беседе Да Екатерина Пожалуйста Я как раз расскажу Какие в этом новом Проекте регламента Внесены изменения В большей степени Они касаются рекламы И Когда мы работали На данной версии проекта Очень много Маркетологов Как раз Подключилось К этому проекту Почему? Потому что Действительно Все меняется И прошло Несколько лет Очень поменялся рынок Поменялся потребитель Поменялись правила Игры И способы продвижения Например Стали создаваться Сайты клоны То есть Сайт Полностью Имитирующий Проект Компании Застройщика И когда в интернете Набирает клиент Который хочет купить Конкретно этот дом Он попадает на какой-то сайт И он не понимает Что это за сайт Он попал действительно К застройщику Или он попал В какое-то агентство Недвижимости Которое представляется Застройщиком Клиент напрямую Вводится в заблуждение А это имеет свои последствия Потому что здесь Разными способами Собираются контакты Иногда просто пишут Такую, например, фразу Скидки на все новостройки Нет, такого не бывает Это неправда И это вводит Такую не просто Дисгармонию на рынке Да А и ожидания у клиентов Ну вот должны же скидки Клиенты начинают У них обманутые ожидания Они Дайте нам скидку На самом деле никаких скидок нет Ничего подобного Это просто такая уловка Чтоб человек оставил свой контакт Все-таки Услуга же оплачивается Соответственно Вот для чего агент существует Ведь на самом деле Он должен привлечь Законными способами Этого покупателя Посредством мероприятий Посредством Каких-то интересных акций По рекомендации Он должен проработать Его потребность Он должен действительно понимать Что человеку нужно И найти из большого количества Потому что он действительно Разбирается в рынке Найти лучший вариант Для человека Чтоб он выиграл А не проиграл Екатерина А если вот Мы говорим о том Что это буквально Последний вопрос уже Регламент есть Работающий Это я услышал и от вас И от застройщика А если Либо застройщик Либо Агентство недвижимости Некоторые из позиций Этого регламента Ну так скажем Обходят стороной Наказание-то Со стороны экспертного И профильного сообщества Оно какое? Конечно Это может носить Только рекомендательный характер Конечно Только рекомендации Но вы знаете Вот в этом документе Как один Сплотились практически Все застройщики И сплотились Те агентства недвижимости Которые работают Честным образом Потому что Все столкнулись С ситуацией Когда ты вложился Когда ты Действительно Проработал И сделал все Что от тебя требовалось И вдруг И вдруг Отказывается покупатель От сделки И вдруг он приходит С представителем Другого агентства Возникает конфликт Опять же Страдает покупатель Потому что тут Начинается Манипуляция Его мнением Ему звонят Портят нервы Зачем? Поэтому Вот это все регулирует Это назрело Настолько Что действительно Профессиональное Сообщество Застройщиков И риэлторов Они сплотились В этом документе И нет Разночтения Он создавался Привлекались Ну а большое количество Людей привлекалось К его созданию Учитывалось мнение Многих Нюансы конечно будут Вот действительно Будут нюансы Это живой документ Это живой документ Но в основном В основных Таких стратегических Моментах Все-таки Мнения сошлись сторон Хорошо Вот на этой Такой Душевной ноте Предлагаю Завершить нашу С вами беседу Спасибо большое Екатерина Пахомова Представитель Российской гильдии Риэлторов Пермского края Была в студии РБК Перм Далее в нашем эфире Реклама Не переключайтесь Скоро продолжим Редактор субтитров А.Семкин